Грумкие задержания сегодня и в Херсоне. Под стражу взяли начальника управления капитального строительства и его подчиненного, а экс-директору департамента жилищного хозяйства предъявили подозрение. В чем конкретно подозревают чиновников Херсонской мэрии, расскажет Кирилл Ющишин. Сегодня утром следователи нагрянули сразу в несколько кабинетов Херсонского исполкома. Проводили обыски и в квартирах чиновников. В управлении капитального строительства взяли под стражу начальника и его подчиненного. Сегодня проведено затримание одного из начальников управлений Херсонской мэрии и его подлога, который объективно подозревается в совершении злочин и присвоении грешевых денег больше чем 400 тысяч гривен. Зазначенные деньги были выделены для реконструкции школы номер 21. Скандал вокруг реконструкции этой школы разгорелся еще около года назад. Начальник управления до сегодняшнего дня уже находился под домашним арестом. По таким именно предлогам его теперь взяли под стражу, в прокуратуре не уточнили. В мэрии рассказали ремонтные работы в школе, о которой идет речь. Финансировали совместно с правительством Финляндии и утверждают, никаких хищений быть не могло. Это образцовая наша школа, которую финансировали совместно не только за счет финансов городского, Херсонского городского совета, но главным образом за счет донорских организаций. Львиная доля за счет правительства Финляндии. Европейская практика, там подсчитывается каждая копейка, каждый, извините, цент, евроцент. Также прокуратура сегодня вручила подозрение экс-директору департамента жилищного хозяйства. Его подозревают в хищении бюджетных средств во время закупки мусорных контейнеров. Зазначенные контейнеры не отвечают вымогам тендерной документации, чем было с причинами сбыта громады места, понад 200 тысяч гривен. В ближайшие дни суд должен избрать меру пресечения всем троим чиновникам. В прокуратуре заявили, будут настаивать на содержание под стражей. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Херсон.